Какой вы можете поделиться историей своей семьи и серии, а мы ведь могли стать богатыми? А перед началом хочу порекомендовать вам свой телеграм-канал с подборками товаров с Алиэкспресс. И в этом телеграм-канале я собираю лучшие товары по лучшим скидкам. Поэтому милости прошу по ссылке в описании и закрепленном комментарии. А теперь к ролику. У меня дома хранилась семейная реликвия времен Петра Первого. Я хоть и не разбираюсь в этом, но уверен, что она стоила бы целое состояние. Но ее передали каким-то другим родственникам, чьи дети, я уверен, сами продадут эту вещицу в каком-нибудь ломбарде. Разница лишь в том, что деньги с этой реликвии могли бы достаться моей семье. Были квартиры, база в лесу, колхоз на 25 лямов, завод сыра, строительная фирма, но... Спасибо бате, который постоянно вляпывался. Сейчас мы отдаем за него долги. Спасибо. Моя мама могла бы сделать успешную карьеру в Америке, но, к сожалению, она встретила моего отца. И из-за него бросила университет. Родила двоих детей в возрасте 20 лет. А когда они развелись, ей пришлось в одиночку воспитывать детей и работать. И мне очень жаль, что именно так все получилось. У нее могла быть другая жизнь. Она бы построила карьеру где-нибудь в Америке. Стала бы богатой и родила спокойненько лет в 30. Мой отец хорошо продвигался по военной службе, но после распада СССР, когда армия была в полной жопе, он ушел. Сейчас бы он дослужился бы, скорее всего, до капитана. Первое. Мои родокени купили дом, квартиру, когда у них была возможность еще до рождения своих детей. Тогда в их кармане была приличная сумма. По-моему, они эти деньги не трогали даже. А зря. Второе. Бате предложили повышение в должности, но его отговорили, и он отдал должность другому человеку. Конечно, они бы вряд ли разбогатели на тот момент. Но хотя бы была бы своя квартира и более оплачиваемая должность на тот момент. Не моя трагедия. Мать друга поняла, что в 90-х можно было разбогатеть. Буквально умоляла мужа и родственников понабирать кредитов и купить 6-7 квартир на эти деньги и жить безбедно. Вот еще история. Были у моей мамы дружественные отношения с одной парой, и те смогли каким-то образом нереально большую сумму заработать к концу 90-х. Купили квартиру шестикомнатную и большую часть денег, либо раздали родственникам, остальное на ремонт. Конкретно жене того мужика, видимо, что-то ударило по голове и накупила так кучу барахла и любила им хвастаться. Как сейчас помню те слова моей мамы. Люстра и сервис тарелок за 500 долларов. Через год моя мама купила однушку за косарь долларов. Шубы три штуки и еще две их матерям. Ковер дорогущий, четыре машины, три родственникам и так далее. Потратили свое немалое состояние они за два года и еще через год продали ей квартиру. Около 20 лет назад друг моего отца предложил ему вместе купить земельные участки за чертой города, которые раздавали городские власти. Этот друг занимался недвижимостью и узнал о продаже участков одним из первых, из-за чего цена участка на 15 соток стоила бы моему отцу всего 10 тысяч рублей. Увы, в это время родители были по уши в кредитах, да и зарабатывали мало, из-за чего отец и отказался. В итоге его друг купил оба участка, на одном из которых построил себе дом. Спустя уже 15 лет район с участками стал частью города. Там появился элитный частный сектор, а цена на участки в том районе выросла до примерно 3 миллионов. Дома там же стоят от 15 миллионов. У моей прабабушки было множество золотых украшений с камнями. Она их закопала в огороде, а когда решила откопать, кто-то уже их украл. Не знаю, как это называется, но у бабушки с мамой было что-то вроде накопительного счета. Но потом они обесценились и на несколько анулей стало меньше. В итоге на полученную сумму было практически невозможно что-то купить, в отличие от той, что была. Мою маму пригласили в какой-то университет в какой-то другой стране. Не помню какой, но университет, как она сказала, был престижный. И она собиралась туда поехать. Но мать моей мамы, то есть моя бабушка, была очень строгой женщиной и психически больной. Поэтому закатила ей большую истерику. После этого моя мама поступила в университет, который находится в нашем городе. И в итоге ничего не добилась. Кроме того, что родила меня с сестрой. Плюс мама поженилась на ужасном мужике, который ей потом изменил и бросил. А так, если бы мама не встретила моего папу и смогла бы поехать в тот престижный университет, она скорее всего сейчас жила в той стране и работала бы на очень хорошо оплачиваемой работе. Моя мама могла получить в наследство трешку в Москве. Но вместо этого она решила остаться в маленьком городке в Сибири. Вышла замуж за моего отца, сделала трех детей, в том числе меня. Развелась после его измены и осталась матерью-одиночкой с тремя детьми и кучей кредитов. Хорошая новость в том, что она закрыла банкротством эти кредиты в этом году. Говорит, что ни о чем не жалеет. Но блин, мам. У мамы был огромный участок земли напротив дома. Мы городские, да и тогда земли стоили копейки. В 2004-м мама с батей расстались и тот потребовал, чтобы они поделили деньги с этой земли пополам. При том, что по бумагам земля принадлежала только ей. Ну так он пошел продал в черную, а сам ей дал половину денег по чистому. То есть это где-то треть или даже четверть от всей суммы. Сейчас данная часть города является самой дорогой для жилья. А на месте этой земли стоит огромный маркет. Батя же потратил все бабки на 10 из 10 квартиру, образование юриста, машину и прочие прелести жизни. И в конечном итоге все просрал, что мне с его наследства даже квартира не досталась. У мамы отжали ее бизнес и теперь работает за гроши. Лишь бы хоть как-то пережить холодную зиму. Моя мама могла выйти замуж за чела, который в итоге разбогател после 90-х. Правда, я бы тогда не родилась. Еще до моего рождения мой отец работал в очень престижной фирме. Он получал огромные деньги по тем временам. Однажды, также до моего рождения, они с моей мамой поехали в Италию. Там они увидели очень классный дом у моря и захотели его купить. Он стоил достаточно недорого по тем временам. Но сейчас он стоит минимум в 5 раз дороже. В общем, из-за того, что у них в планах сначала был я, они отказались от идеи покупки. Якобы не хотели, чтобы хлопоты со всеми документами помешали заведению детей. В общем, они по сей день жалеют, что передумали. Мой отец после распада СССР работал на очень неплохой в денежном плане работе. И за несколько лет скопил неплохую сумму денег, которую его мама, моя бабушка, вложила в контору, похожую на МММ. Впоследствии он помирился с мамой, но на восстановление этой финансовой подушки у него ушло еще несколько лет. Я не уверен насчет миллионов, но как-то давно мои дедушка и бабушка пошли и зарыли мешок с кучей старых монет СССР и царской России. Позже, когда они рассказали об этом, мы спросили их о местонахождении этого сокровища. И они сказали, что не помнят. По сей день никто в семье не знает, зачем они это сделали и где лежат эти богатства. Если бы мой отец не взял кредит, он бы не стал мошенничать, чтобы его закрыть. Не сел бы в тюрьму и имел бы нормальную работу. А после развода с ним, мать с отчимом зажили бы хорошо, ибо им не пришлось бы платить кредит за папашу, который является неплатежеспособным и с судимостями. У отчима зарплата выше среднего и у мамы средняя. Без проблем с деньгами они бы, наверное, не погрязли в алкоголизме и даже на бухло бы так много не тратились. Ну вот зачем, отец? Зачем? Позвонили и сообщили, что мы выиграли автомобиль. Назвали адрес, расположенный ближе к горам. Отказались от приза. И звонившая возмутительно задачилась отказом. Потом мне родители сказали, что, возможно, это какая-то секта или типа того. Мой батя купил одну криптовалюту на 5000 долларов. Через три месяца она взлетела, и он мог бы продать ее за 130 тысяч. Но решил подождать. В итоге он продал ее за 9 тысяч. В конце 70-х годов на американском рынке появился препарат Акулину, который использовался для лечения мышечных спазмов век. Позже одна пациентка на приеме у докторов Алестера и Джинка Рузерс рассказала, что лекарство помогает не только устранить проблемы с морганием, но и разглаживает ее морщины. Супруги хотели получить патент на это открытие, но их адвокат не посчитал это значимым, и они передумали. В итоге позже американская компания Allergan разработала и запустила производство продукта, известного всему миру под названием ботокс для разглаживания морщин. Сами же супруги работают на эту компанию, стоимость которой оценивается в 90 миллиардов долларов. Чед Муретто работал агентом по продаже недвижимости, когда попал в дорожное происшествие в 2009 году. Он провел в больнице полгода, оправляясь от тяжелых травм. Тогда-то он и заметил, что у всех врачей, в общем-то, был полный доступ к его айфон. Ему тут же пришла на ум идея создания приложения, сканирующего отпечатки пальцев, и тем самым увеличивающего степень безопасности личной информации от чужих глаз. Он тут же нашел в интернете разработчика, готового написать такое приложение за 1800 долларов. Заручившись материальной поддержкой со стороны своего отчима, он представил готовое приложение в App Store, где оно обрело огромный успех, принеся ему более 620 тысяч долларов. А на этом все. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также, если не сложно, оставляйте комментарий более чем из четырех слов. Это очень поможет продвижению данного ролика в рекомендации. Большое спасибо за просмотр. Всем пока!